МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, корни этого дня связаны с борьбой женщин за равенство. И если вы, скажем, обратитесь, вернетесь на сотню лет назад, то, как известно, даже в голосовании женщины не участвовали. В голосовании при выборах всех или иных органов, парламентов и так далее. А если вы возьмете даже советское время, которое справедливо считают временем, когда меньше было вообще социальное неравенство, чем при капитализме. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько женщин было в материальном производстве в СССР? Процент. Семьдесят. Сестьсот. Ну, больше половины, так скажем. Половина примерно. И сейчас примерно половина. А вот сколько женщин было в правящей партии, которая руководила обществом? Значит, в ночилке на честь половина женщин участвовала. А как только правящая партия? Сколько процентов? Как вы думаете? Сад 20. А? Да. На фульфах было больше. 11%. И с этим вот было, между прочим, связано то, что, несмотря на то, что были и детские сады в большем количестве, там и, внимание, где эти были, скажем, детская одежда и обувь была в два раза дешевле и так далее. И потом всякие были послабления для женщин в плане трудовых. Вот сейчас их убирают один за другим. Дескать, вот последние инновации такие, что надо прекратить дискриминацию женщин, а то их не допускают к особо вредному труду. Вот такие сейчас идут обсуждения. И более того, в 2013 году появилась такая система оценки условий труда, SOLD. И то, что раньше было вредным, вдруг стало после введения этой системы невредным. То, что было особо вредным, оно объявлено просто вредным. То, что было особо тяжелым, стало просто тяжелым. А тяжелое стало легким. А каким образом? Дело в том, что до этого, вот тут очень интересная философская подоплека вот этой новой системы, до этого оценки были материалистические. Вот, чтобы определить, какие вот условия труда, пришли, так сказать, померили температуру, влажность, загазованность, запыленность. Так? Измерили электромагнитные колебания. Если это есть радиоактивное излучение, то счетчик поставили и померили это радиоактивное излучение и так далее. А сейчас по-другому предприятие заказывает некой организации, которая лицензирована. То есть получила право за деньги определять, какие условия труда. Вот, чтобы она, ведь платит ей деньги. Ну, а кто платит деньги, тот заказывает музыку. После этого приходит, эта организация смотрит, а у вас там, опять, тяжелый блеск смотрит. Так вы вообще вот в таких прекрасных условиях находитесь. Находитесь, что у вас написано тут вредного? Например, как можно посмотреть на работу докеров? Да, конечно, смотрите, на берегу моря, на свежем воздухе все время работают. Красота. И еще они потом катаются на своих погрузчиков. То, что они глохнут от того, что они катаются, и то, что у них радикулит, у этих докеров, у них 24 тонны. В смену норма ручного груза 24 тонны. Раньше был этот прогресс, раньше было и 60. 60 – это вагон. Один человек разгрузить должен, вот вагон с мешками, берет одной рукой, а вторая такая цапка. И бросает на поддон. И так далее. Или вот сейчас считается, что почти мало стало ручного труда. Но вот я наблюдал, как разгружаются американские окорочка. Их тогда много у нас продавалось. Поскольку в американских окорочках, как вообще в этих самых, в ножках, откладывается пенициллин. Потому что нынешние птицефабрики, они там имеют сотни или девять сотни кур-несушек. И поэтому, чтобы они так в раз все, не подохли эти куры, то добавляются антибиотики в пищу. И эти антибиотики откладываются в ножках, которых любят очень люди. Дожки, я хочу ножки, ножки поджарим и так далее. А в белом мясе они не откладываются. Поэтому американцы отрезали эти ножки. И вместо того, чтобы выбросить на помойку, они отправили в Россию. Поскольку они как бы выброшены уже, но еще и за деньги, тут их продают очень широко. И, между прочим, продавали так, что у нас снизилось производство кур, потому что никто не берет кур, берут эти дешевые ножки и так далее. Причем вот об этом говорил вот у нас есть такой руководитель, вот такого центра по производству курятина и яиц в Ленинграде и Ленинградской области. Он вот это рассказывал. Поэтому, вот, скажем, нынешние моменты, связанные там с неравенством, которое есть в условиях труда, вот, эти моменты имеют такое течение или движение противоположное к тому, чтобы преодолевать вот это неравенство. Наоборот, оно усиливается. Скажем, в проекте Трудового кодекса, который предложило правительство, он не прошел, в том числе благодаря сопротивлению, и я в этом участвовал, чтобы это не прошел. Там было такое, что вот сейчас, дескать, женщины с малолетними детьми их нельзя отправлять в длительные командировки. Дескать, вот вы такую норму написали, из-за того, что вы такую норму написали, вот, раз ее нельзя направлять в командировки, а у нас работа связана с командировкой, мы ее должны уволить. А увольнять нельзя было по ходу, сейчас можно, дескать, но это свобода. Она свободно ищет, а мы свободно увольняем. И так далее. В советское же время, несмотря на то, что действительно неравенство было меньше, но в советское же время был такой составлен документ, программа научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий до 2020 года, на 20 лет. И этот документ почему-то был в спецхране. Наверное, чтобы они не прочитали и не выполнили, потому что если он в спецхране, кто его выполнит. Ну, вот я, например, в спецхране у нас находился в лечехе Горького, ты приходишь туда, оформляешь, что преподаватель, нужно, значит, для преподавания ознакомиться и так далее. И вот в той комнате, в которой ты можешь иметь свою тетрадку, но выносить ее нельзя, можешь там записывать, она там и будет храниться. Можешь туда приходить, читать, изучать. Ну, вот я там прочитал, что такое обследование было. Какое свободное время у мужчин и женщин? Значит, по данным вот этого обследования, у женщин в СССР было на 2 часа в день меньше свободного времени, чем у мужчин. А с этим связано, например, такое обстоятельство, что если вы возьмете число лиц с высшим образованием, то женщин и мужчин примерно одинаковые. Если вы возьмете уже кандидатов в науку, а это требует время, прежде всего, кроме всего прочего, не только способности, но и время, надо их прочитать, надо забрать материалы, надо все это оформить, это там уже меньше. А если вы возьмете докторов в науку, там совсем, сказать, очень сильно это выражено, очень мало по сравнению с мужчинами, женщинами. Поэтому, если вы возьмете такую работу довольно уже давнишнюю, Ленина, Великий Патчин, небольшую, он говорит, он там ставит вопрос об уничтожении классов, ликвидации социального неравенства. И говорит, что вот в этой работе, он говорит, что мы не оставили камня на камне от всяких правовых норм, которые делают женщину неравной с мужчиной, то есть полное равенство. С 17-го года в правовом отношении. И после того, как мы вот убрали вот эти ограничения, эти неравные права, выяснилось, что женщина продолжает оставаться домашней рабыней и занимается работой. Имеется в виду дома, который приковывает ее к кухне и к детской, и заставляет ее заниматься работой, которая, так сказать, ее забивает, отупляет, принижает. И вот мы должны думать не о том, чтобы только равные права провозгласить, а о том, чтобы обеспечить равенство. И вопрос стоит о социальном равенстве. Некоторые думают, что вот сейчас рассуждают о какой-то справедливости или рассуждали о справедливости при социализме. При социализме была справедливость? Нет. Вот Ленин в государстве революции пишет прямо. Справедливости и равенства первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, и неравенство несправедливое. А в чем неравенство? Ну вот, платят по труду. Ну, значит, часть продукции распределяется по потребности, а вот при оплате по труду у одного много детей, у другого мало детей. Один здоров, другой болен. А платят одинаково. И поэтому никакой справедливости не получается. То есть справедливость – это равенство социальное, а не равенство возможностей. Дескать, мы с вами имели возможность на старте побежать. Но я побежал быстро, а вы побежали медленно. И видите, я прибежал и стал глядером, а вы не успели, и значит, вы не успешны. А я успешный. И все. Так вот сейчас это дело и объясняю. Поэтому, когда мы отмечаем этот праздник, то мы с одной стороны, конечно, поздравляем женщин. А с чем мы их поздравляем? Мы их поздравляем с тем, чтобы раскрывались все более полные возможности для того, чтобы женщина была во всех отношениях равной с мужчиной в социальной жизни. А не так, что ей один раз в году подарят цветочки, а потом, так сказать, она где-то на задних рулях. Хотя у нас написано, допустим, что нельзя отказывать беременную женщину при приеме на работу. Мы должны понимать, что вообще, если кому-то откажут, хоть женщине, хоть мужчине при приеме на работу, невозможно это никаким судом решить. Почему? Ну, потому что вам работодатель скажет, что так и они по этой причине. Он мне просто не подошел. И что вы будете делать? Поэтому всякого рода, там, скажем, борьба за лучшие условия, за лучшую зарплату, за разницу, она всегда бывает коллективной, коллектив ее может бороться, профсоюз может бороться, одиночка практически, особенно тот одиночка, который вообще в коллектив еще не попал. И он, так сказать, только решается вопрос, взять или не взять. Поэтому, вот, скажем, людей набирают, там, на одних условиях, они могут потом заключить коллективные договоры, другие условия, на которых они работают, установить. В том числе и с использованием права на забасток. А право, хоть вы и не сказали, что я могу вам сказать, что это такое, вот у Маркса гениальное есть определение права. Право есть возведенное в закон воле господствующего класса. Поле господствующего класса. Поэтому некоторые товарищи думают, вот, какие у нас права, какие будут права. Ну, если класс этот стоит у власти, то можно сказать, что это власть всегда, любая государственная власть, диктатура класса. Почему? Потому что диктатура, эта власть не ограничена никакими законами. Если я сам принимаю законы, я ограничен, нет? Законами. Нет. Поэтому правящий класс, законами не ограничен. А если вы не правящий класс, то вы с законами ограничены. Ну, вот это вот некоторые моменты, связанные с этим днём, который мы отмечаем. Если мы в историю этого праздника зайдём, то понятно, что в истории изначально лежит борьба за... Некоторые говорят за равноправие, но это не совсем так. Именно за равенство женщин с мужчинами во всех областях. Даже можно, вот скажем, набрать в интернете, когда в Соединённых Штатах Америки, которые всё время нам выставляют как витрину демократии, когда у них женщины получили правой голос. Посмотреть. А? Штатдесятых? Нет, ну не в этом витрину, в том номере. Сравнительно недавно. А у нас цари были женщины. У нас, пожалуйста, Елизавета была, Екатерина, да, в России. И не такие уж плохие. Екатерина плохая царица была, с точки зрения развития России. Так. Ну, перейдём теперь мы с вами к нашим темам. Значит, меня спрашивали, когда там будут вывешиваться. Уже первую лекцию вывесили. И так потихонечку будет вывешиваться на ресурсе YouTube фонд Рабочей Академии на канале. Лекции по порядку. Значит, мы добрались до философии нового времени. Вот, прежде всего, это философия эпохи просвещения. 18 век в истории мысли неслучайно называют эпохой просвещения. Научное знание, ранее бывшее достояние узкого круга учёных, теперь распространяется вширь, выходя за пределы университетов и лабораторий, в светские салоны Парижа и Лондона, становясь предметом обсуждения среди литераторов, популярно излагающих последние достижения науки и философии. Уверенность в мощи человеческого разума, в его безграничных возможностях в прогрессии наук — вот пафос эпохи просвещения. В Англии философия просвещения нашла выражение в творчестве Джона Локка, Толланда, Коллинза, Шевсбери. Завершают английское просвещение философы шотландской школы Рид, Смит, Юм. Во Франции это Вольтер, Руссо, Дидро, Даламбер, Андельяк, Гольбах, Ламетри. В Германии носителями ей просвещения стали Лессинг, Герлин и Мануил Кант. Особенностью французского материализма была ориентация на естествознание, прежде всего на механику. Важнейшей теоретической опорой французского материализма стало естествознание, небесная механика, созданная трудами Коперника. Коперник жил в 1473-1543 в эти годы. Галилея 1564-1642 год. Иоганна Кеплера 1571-1630. И вот эти все открытия подорвали библейскую космологию. То, что, так сказать, заучивалось, то, что повторялось, это как бы записанное было в священных книгах теперь, оно пришло в движение, потому что новые открытия и доказательные труды научные совсем по-другому стали все это излагать. В результате разработки земной механики обнаружилась несостоятельность аристотельской физики, включенной средневековыми схоластами в христианское учение о природе. В работе Ньютона 1643-1727 математические начала натуральной философии механика приобрела внутреннее единство и относительную завершенность. Это и оказало влияние на их материализм. Он механистичен. Что касается предсвидетельской трактовки человека, то французские материалисты утверждали, что человек по своей природе добр, его нельзя осуждать за стремление избегать страдания и любить удовольствие, поскольку такова природная сущность человека, а всё природное хорошо. Это вот, я думаю, студентов не осудили бы французские материалисты, а поддержали. В XVIII веке вновь возрождается та тенденция в решении индивидуального и всеобщего, природного и социального, которое характерно для некоторых школ античной философии. Поэтому французские материалисты исходили из того, что человек есть существо природное, а потому именно чувственные склонности рассматриваются как основное определение человеческого существа. Каковы основные идеи и принципы немецкой классической философии? Немецкая философия конца XVIII, первой половины XIX века есть завершение традиции классической европейской философии в целом. Традиционно немецкую классическую философию связывают с именами Эммануила Канта, Иоганна Готлиба Фихте, Фридриха Вильгельма Шеллинга, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Человек в немецкой классической философии перестал быть статичной фигурой. Немецкая философия антропологична в широком смысле этого слова. Что значит антропологична? То есть в центре этой самой философии стоит человек. Для Гегеля человек это необходимое завершение развития идеи. Для Фейербаха главная эмоциональная жизнь человека. Человек непассивный отпечаток природы. Немецкая классическая философия это философия деятельности. Активный субъект познания, переживания, преобразования и творения мира. Центр немецкой философии. Духовный мир наполняется нравственными, эстетическими, религиозными ценностями. Жизнь духа это не только жизнь рассудка. Миф, иллюзия, воображение не изгоняются из предмета исследования. Сфера социальной жизни и истории представит как целостное и подчиненное объективным законам явление. Труд, прогресс, свобода прочно входят в круг исследуемых проблем. И вот мы так говорим, повторяем эти слова, но вот как показывает мой опыт преподавательский, не знают товарищи как правило. А что это такое? И точных определений. Что такое труд, что такое прогресс, что такое свобода. Поэтому здесь сделаем некоторую остановку в этом изложении и сейчас и проверим. Так, кто-то может сказать, что такое труд? Общественно полезная деятельность. Общественно полезная деятельность. То есть, я вот играю в волейбол. Это полезная деятельность. полезная. Это труд? Тогда да. А? А футбол? Смотря кто-то занимается с этим болезнодо находит. На ходу уже меняете. А то у вас общественно полезная деятельность, потом смотря кто. Если я занимаюсь трудом, а если вы занимаетесь, то не труд. То есть, мне надо платить, вам не надо. Так получается у вас. Вот и получается, что одни вроде за этот футбол получают, другие не получают. Причем одни получают очень много, а другие очень мало. Но те, которые получают очень много, их продают. Так? Сейчас. Как рабов. А вот если он его изувечит, то изувечит очень быстро. Попадут ногой, так сказать, в жизненно важный какой-нибудь орган, или поломают ему ногу. И на этом футбол закончился. С одной стороны. А с другой стороны, вроде когда решают вопрос о передаче из клуба в клуб, то он говорит о очень больших таких суммах. Может, передать какую-то деятельность, которая направлена на преобразование окружающего мира, как бы она ставит окружающий мир на службу себе. вот это лучше. Потому что если я просто преображаю мир, взял и дерево срубил, взял, стоял камень, так сказать, это вот, я его толкнул, он вот, спасит, значит, какая деятельность? Целесообразная. Целесообразная. То есть, я специально если взял и что-то поломал, это целесообразная, да? Ну, если целесообразная цель поставил, сломать это. Пошел и сломал, это труд. Ну нет, цель я поставил у вас грабыц. Целесообразная деятельность по производству материальных влаг. Это вот, это вполне правильное определение. Труд, целесообразная деятельность по производству материальных влаг. Так, что у нас? Прогресс. Ну, прогресс, что такое? Слово для всех не новое. Что такое прогресс? Что скажешь? Это прогресс? Прогресс? Вот вы за прогресс? Какой именно? Какой именно? Прогресс уже, он какой именно? А вот что именно прогресс-то, да? А? А какой, может, еще прогресс, кроме, кроме, как прогрессивный? Прогресс-то не может быть регрессом. Правильно? Прогресс-то, прежде всего, присущее развитие, усовершенствование результата трудом может быть. То есть, чтобы знать, что его прогресс, обязательно надо знать труд. Что такое? Можно и бежать. Присущее развитие, это хорошо, что вы сказали. Присущее развитие. А ради присущее развитие не бывает? Регресс не присуще развитие? Вот я про вас не буду говорить, а я вот сейчас с вами разговариваю, лекцию читаю, но поскольку развиваюсь при этом, развиваюсь, но я же умираю. Вы-то не умираете, конечно, вы бессмертны, а я умираю. А это прогресс, то, что я умираю? Это регресс. Ну вот, видите, вот, значит, в развитии, в развитии, вот это мы уже правильно с вами разбираем, в развитии есть две противоположные тенденции. Одна тенденция, во всяком развитии. Одна тенденция совпадает с направлением развития, это прогресс. А другая тенденция, противоположная направлению развития, это регресс. Значит, прогресс, это такая тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития. Вывод, а какая категория сложнее, прогресс или развитие? Развитие Нет, потому что для того, чтобы знать, что такое прогресс, надо знать, что такое развитие То есть сначала надо разбороть, что такое развитие, только после этого мы можем выделить прогресс То есть в понятии прогресса, как более сложным, сидит категория развития Без категории развития вы понятие прогресса объяснить не можете Правильно? Раз мы его через развитие объясняем, так значит, оно сложнее, чем развитие. Хотя по виду такому, дескать, оно уже включено в развитие, по виду кажется, что оно более простое. Но по логике изложения, но более сложное. Так, и что там осталось? Свобода. Что такое свобода? На эту тему много было всего понаписано за все время, жизни человечества. А мы с вами живем в 21 веке, как бы, мы уже знаем. Вы за свободу? А что это такое? Может, это плохое что-нибудь? А вы за свободу? Возможность выбирать. А? Вот возможность выбирать. Я вам представляю, выбор такой. Значит, утопиться, застрелиться или повеситься. И вы свободны. И вы свободны, да? Сдорово. Мы только один и тот же. А? Ну, смотрите, свобода, это, прежде всего, возможность выбирать. Но выбирать так, чтобы не было воздействий каких-то внешних обстоятельств. А никаких внешних обстоятельств не будет. Вот вам. Тогда я вам даю. Чтобы не было внешних, даю вам нож. Можете зарезаться, веревку даю. Вы тоже. Вы все, все вам. И вам предоставляют самим утопиться. А утопиться вам ничего для этого не надо. Идите на берег реки и ныряйте. Прямо можете в него. Бах! С моста. И все. Никаких внешних воздействий. И некоторые... Вы внешних воздействий. Какое я внедрющее? Вы не даете этот прыгок. Почему? Я вам ничего не даю. Вы сами можете летом. Сейчас я вам не советую, потому что вы все шеи сломаете, неизвестно, умрете или нет. А летом прыгайте с моста, и все хорошо. Но только не говорите, что я вас тут призываю. Как раз я на вас не воздействую. Я вас это отговариваю. Но вы так ставите вопрос. Обрадовались, что у вас есть выбор. Можете с моста. Можете с высокого здания прыгнуть. Два. А можете найти шахту. И в шахту туда. Броситься. Особенно старые шахты. А можете пойти в Стаблино поехать. Там есть пещеры. Раньше там вырабатывали такой песок. Очень хороший. И даже там партизанские отряды ходили. Вы туда зайдете, и можете и не выйти. Вот у вас выборы. Никто вас ничего никуда не заставляет. Никакого внешнего воздействия. Или я на него воздействую, чтобы он покончил границу убийства. Воздействую? Нет, я отговариваю. Я говорю, я как раз на вас воздействую, но я вам не советую это делать. А выбор у вас есть? Свободы выбора нет. Почему нет? Потому что если вы выбираете место. А? Я выбираю все равно смерть, если вы не любите вашу. Только что я могу сделать, если вы выбираете смерть. Я могу только вам посоветовать выбирать жизнь. А вы берете, выбираете смерть. И считаете, что от этого делать не свободно. Ну, группы ВКонтакте создают, и люди вот, они как бы сами выбирают. Им рассказывают, то, сего. Они потом уйдут и выбирают дети, и кончают жизнь самоубийством. Этот выбор сформировано под воздействием вашего влияния. Все выборы сформированы под каким-нибудь воздействием. Если вы человек, то вы находитесь под постоянным воздействием внешних обстоятельств. На вас даже скамейка действует. Вот с той силой, с какой вы давите на скамейку, скамейка давит на вас. И я внешнее воздействие, и воздух на вас внешнее воздействие. Выкачайте воздух, и вы умрете без всякого выбора. Так? Если выкачать воздух. Или пищи вы лишены. Тоже внешнее воздействие. Дескать, вот то, что вы меня кормите, это внешнее воздействие. Ну, давайте не будем кормить студентов, и они вымрут. Это будет свободно, что ли? Это внешнее воздействие. Вы же извне получаете еду. От родителей вы получаете. Тоже внешнее воздействие. где они не дают вам этой свободы родители продолжают вас кормить надо освободить вас не на них армейте вы это будет совершенно свободный но но жизнь будет прекрасный но недолгой что не почему необходимо можно не поливая к этим ну хорошо почему читать не упали вот вы без меня обойдетесь ничего страшного подумать я умру я и так уже много прожил это вас жалко меня уже не жалко чудового необходимого тут есть что прям вот необходимая должен житель так вот не получится я вас спрашиваю что такое свобода вы меня так водите кругами знаете как долго-долго туда-сюда и в лес завели что вы не можете сказать что такое свобода то есть насчет вот это первое что мы констатируем что такое определение свободы что-то славка что это выбор не определение свободы да потому что выбор может быть когда вы это выбирайте может а то есть свобод никогда не бывает понял то есть давайте это выкинем эту категорию потому что независимости так ставится не бывает это обман народа все время обманывает и рассуждает про свободу никакой свободы нет да так и так если определим да вот чем это биологически зависимы тут вы зависите от преподавателя от меня вот я вам буду их оценку ставить то есть никуда вы заперти как в тюрьме все все откуда не сунешься там а там еще на другую лекцию придешь там свой преподаватель тоже грозится вам поставить если вы этот бедный студент со всех сторон окружен вот а если там но вы начнете сопротивляться там что-то не выполнять тогда поступает еще директор института до абдуллах амидович потом случае чего ректор если приказом ректора вас и выгонят говорят мы вас освобождаем а когда увольняют рабочих мы вас на волю выпускать что-то уволить то есть вы были невольницей а теперь вы на воле когда вас с работы выгнали правда у вас нет денег никаких не будет но вы на воле теперь да может быть тогда свобода это способность брать на себя ответственность за свои мысли и действия как вы хорошо придумали брать ответственность ответственность будет у вас неизвестно то вы будете вы ее брать или нет потому что ответственность это реакция общества на вашу поступки он сделаете не за фирму попадете а вы брать не брать я не взял ответственность на себя мало ли что вы не взяли а мы вас привлечем у нас есть для этого специальные службы они с вами поговорят побеседуют потом скажут что смысл ваших слов записано верно подпишитесь пожалуйста брать от я лишь как вы бы решили выбирать ответственность будет у вас способны брать ответственность хорошо придумали чертакой свобода и хотите вы свободы то есть она вам не нужна мы и знать и не хотим это свободу значит философия к этому подходила одна есть такое еще понятие которое надо тоже знать более простое произвол нет ну да я и говорю что это другое понятие но то есть не следует свободу понимать как произвол правильно а произвол это значит что хочу твой врачу сейчас вы захочу и стулом вас брошу а чтобы я не бросался их так вот сгруппировали и мне уже не поднять а зачем потому что предаватели не кидались студентов которые не сформулировали правильно какой-то там категорию то есть произвол хорошо тогда чем там у меня еще найду там у нас куски мела есть и так далее произвол то есть что хочу то врачу то есть произвол то есть любое действие то есть я могу сделать любое действие вы можете сделать любое действие да ни в чем себя не отказывай сказали пенсионерам и еще сократили им пенсию то есть чем себе не отказывайся вот это произвол так и вот поэтому из этого отрицания которое вы сейчас сформулировали сами это не свобода не произвола раз она не прыгнул то на необходимость вот гегель пришел к такому выводу им и так сформулирую свобода есть осознанная необходимость вот вы осознали что вам нужно будет победа сегодня или нет или у вас собой живот подвело а еще не осознали но осознаете вот когда вы осознаете вот свобода понимаете как осознанно не как произвола не просто как выбор дескать можете обедать можете не обедать это выбор как идут свобода лучше мы пообедали и это осознанный ваш выбор в том смысле что вы осознаете это не к просто потому что вы выбираете просто это необходимость вот так у гегеля свобода есть осознанная необходимость и энгельс это подчеркивает что свобода есть осознанная необходимость но это я должен вам доложить дорогие товарищи, это не определение свободы, это высказывание о ней. Почему? Точно так же, как если я к вам обращусь и скажу, что вы вы же не растение. Вы кто? Вы скажете, я животное. Ну вот, это же не определение человека, что он животное. Хотя то, что человек животное, это факт. А есть вот такое определение свободы, у Маркса, которое является гениальным определением, которое выше, чем вот определение, что свобода есть осознанная необходимость. Что свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием дела. Свобода есть господство над обстоятельствами, сознанием дела. То есть здесь, с одной стороны, вы господствовали над обстоятельствами, то есть не обстоятельство вас принуждает к чему-то, И вы не раб обстоятельств, да, что вы над ними господствует. Но вы же не можете господствовать над законом ума. Можете отменить закон ума? Не можете. Закон всемирного вытягательства можете отменить? Не можете. Поэтому вы господствуйте, но прыгать не надо из окна. Не надо. Выбор у вас остается. Но это не надо. Это не господство над обстоятельствами. Это вы просто не знаете, что будет. То есть вы никакие законы, ни природы, ни общества отменить не можете. Но вы свободны в том смысле, что вы можете господствовать над обстоятельствами, но с учетом того, что не подвластно вашим действиям. И что существует как законы природы и общества. Вот что такое свобода. Вот это такое красивое определение свободы. А это значит вам, для того, чтобы быть свободным, надо знать, что закономерно, а что незакономерно. То есть что вы можете делать. Вот скажем, то, что общество развивается, это ваша свобода ограничивает? Нет. Развивайтесь вместе с обществом. Правильно? А вот общество, если не развивается, это вашу свободу ограничивает. Потому что человек развивается вместе с обществом. Но это никогда не совпадает. Развитие отдельного человека и общества. Поэтому при всем ограничении, которое может быть, человек все равно свободен. В том смысле, что он может господствовать обстоятельствами, даже если есть какие-то препятствия этому движению, этому господству. Он их преодолевает. И в этом смысле, преодолевая эти препятствия, он становится подлинно свободным. У вас вопрос? Пожалуйста. Да, я хотел спросить, когда вы говорите, что в современном российском обществе люди органичны? Люди, вообще люди неограничены, потому что граница, граница это одна и та же. Вообще люди, это категория конечного. А человек по природе своей бесконечный. Вот вы принадлежите человечеству, вы единица человечества. И сущность человека общественная. А если вы будете брать человека только как животное, вот в этом смысле оно ограниченное. Как животное вы должны есть, пить, одеваться и, так сказать, и жизнь ваша конечная. А как общественный человек, с учетом общественной сущности, вот все, что вы делаете за вашу жизнь, войдет навсегда в историю человечества. Правильно? Вы хотите вписать свое имя в историю? Вписывайте, начинайте прямо сейчас. Книгу написали? А что ждете? Когда постареете, да? Тогда вот руки будут трястись. Вы хотите, чтобы я вам сказал, вы же молодой, я уходящий, вы приходящий. Я вам буду рассказывать, потом скажете, ой, это он мне посоветовал и загубил мою жизнь. Нет, уж вы, пожалуйста, тут думайте. Так что, вам интересно? Потом наука это такое дело, которое должно быть не только полезным, но и приятным. То есть, если человек берется за какую-то тему, которая ему противна, толку не будет. То есть, это не из таких вещей, которые нужно, вот обязательно нужно сделать. Но не берите никогда такую тему, которую... А не может быть с ума? Ну, это как вот жениться на какой-то девушке, которая вам не нравится. Или наоборот, выйти замуж за нелюбимого. И мучиться вы удобно. Зачем это надо? Вы так же и с темой. Выбирайте такую тему, которая вам приятна. Вот я, к слову, еще хочется написать, еще почитать про это. А вам пока ничего не хочется написать. Ничего вы не написали. Вас кто-нибудь ограничивает вообще? Вам запретили это писать? Нет. Ну, вот если вы приходите, у вас тема будет и план. Приходите, мы обсудим. Но у вас нет ни темы, ни плана. Скажите, мне не дают обстоятельства. Дают вам обстоятельства, вы не пользуетесь свободой. Так, как идете? Думать надо. Думайте, что думаете. Один из способов выбрать тему. Вот наш курс, он преследует мировоззренческую функцию. То есть вы, кроме таких неограниченных вопросов, которые вы рассматриваете у себя в конкретных курсах, вы должны еще видеть общемировую, общечеловеческую перспективу. И не только историческую, по которой мы сейчас идем. Она скоро закончится, и я буду говорить о философских категориях, которые... И вот что вас привлечет, скажем, вы это можете взять в себе как некую основу для рассмотрения, но в конкретном выражении. Потому что надо брать не просто всеобщее, а всеобщее, которое проявляется и в конкретном, в единичном, и в особенном. Правильно? То есть это, ну это должен сам человек почувствовать, что ему вот такое родное. А я вам скажу, вот это делаете. Ну это вот, я даже, вопрос у меня, вы спрашивали как раз, а почему я вопрос задаю на выбор? Ну вот вопросы у вас много там, 120 вопросов. Вам нужно выбрать два. Какой хотите, такие выбирайте. Вот вам, пожалуйста. Какие вам нравятся? Ну за то, что вы выберете, я спрашиваю вас по этим вопросам. А что вы выбрали сами свое и не знаете? То есть вы ставите, вот вы как сказали, что ответственность берете на себя, сделав такой выбор. Скажем, ну если вы эти не знаете, любимые два, ну тогда я те иди спрашивать не надо, ну заставить двойку и все. То есть это кажется, что я такой мягкий и добрый, я добрый, но в этом смысле этот такой способ, он не самый такой мягкий. Это вас ставить в такое положение, что вы, когда выбираете, думаете, что вы выбрали этого. А я не знаю, что это, а зачем выбрали тогда? Есть такая шутка по поводу гласности. Когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь. Так и здесь. Когда выбираешь, свободно, думай, что ты выбрал-то и зачем. Поэтому вот надо это все, приметы обдумывания. Потом вы меня спрашиваете. У вас свежая голова, она у меня уже может быть забита тем, что вам не нужно. Вы-то вы должны нам говорить, куда вы. У меня был интересный разговор с внучкой, которой пять лет. Она говорит, так если вы нас родили, так мы должны быть лучше вас. Не поспоришь, я сказать, но если вы меня моложе, так вы же следующее поколение. Вы должны быть более развиты, чем мы. Это я сейчас временно, вот сейчас имею больший объем знаний. Ну, у вас-то все впереди. Вот в последнее время такое вот постарели как-то там студенты, аспиранты. Ну, скажем, кто-нибудь запрещает в возрасте 22 года стать доктором, но никто не запрещает. Никто, пожалуйста. Ну, надо выполнить все требования. Ну, наставили всяких рогаток. Например, рогаток становится все больше и больше. Например, когда я защищал докторскую, надо было написать монографию. Это не рогатка, это нормально. Потому что если человек что-то новое привносит на уху, он должен это сформулировать как в серьезной работе, да, книгу написать и издать, чтобы она получила звучание общественное. И вот человек, и люди, которые написали монографию, они приходят на защиту. А уже люди знакомы. И уже это некое явление в науке до того, как произошла защита. И человек, который идет на защиту, уже так не зависит от того, как проголосует. Ну, и не проголосуется все равно уже. Книга есть, она уже в истории. Правильно? Книга издается раз навсегда. А сейчас? А сейчас, дескать, монография не обязательно. И вот я уже знаю, сколько историй, когда человек защитился, я уже оппонентом был у товарища Протопопа по философии Гегеля. А его забодали там в Москве, в Институте философии. Потому что одна там руководитель, так сказать, стала выступать против. А надо две трети там. При защите доктора две трети голосов. Значит, одна треть может исключить возможность получения доктора диссертации. А сейчас придумали 15 ваковских работ. Еще несколько лет назад отмотать. Публикуйте свои научные работы где хотите. Вот это вот было. Ура! Где хотите. Потом сказали, нет. Ну, ВАК рекомендует. Если вы защищаете кандидатскую, вот сколько там на кандидатскую? Три, что ли? У меня было две работы на кандидатскую диссертацию. Можно было и в одной. Тогда, когда я защищал. Я защищал в 71-м году кандидатскую диссертацию. Сейчас три работы должны быть обязательно в ваковском журнале. А это что значит? Вы пойдете в этот журнал, который ваковский. И вам скажут, несите деньги, и мы вам напишем. Откуда у студента деньги? Ну, пусть не студент, уже молодой там, аспирант. Откуда у него деньги? А если вы доктор выходили защищать, 15 ваковских работ. Вот у меня, я был консультантом по докторской диссертации коллеги из Невиномыска. Вот он выполнил это разрезывание. Вот. И монографию тут напечатал. Это не обязательно. Но 15 ваковских работ. Ну, примерно по 8 тысяч за каждую работу. В один журнал придет, давайте 8 тысяч. Другой журнал, давайте 8 тысяч. Третий, 8 тысяч на 15 умножайте. Сколько будет? 8 или 15? Это будет 120. 120 тысяч. Вот есть 120 тысяч? Мне никогда не понравится на двух тысяч. Нету, проходи. То есть, это зависит не от того, там, есть ли у меня в голове или нет, а есть ли у меня в деньги. Но это вот новенькое, что появилось. Но этого не было такой ерунды. И новенькое появилось, что вы не можете досрочно нам сдавать. Вот вы сейчас уже готовы сдавать голоса. Вот это было бы, вернемся. Вот как в то время, когда мы учились со Степаном Степановичем в университете. Вы могли пойти в деканат и сказать, хочу сдавать, хочу Михаила Васильевичу Пакову сдать экзамен. Она пишет тебе о работе деканата направление на зелененькой бумажке. Вы приходите ко мне, сдаете экзамен. Я в этом направлении расписываюсь, ставлю оценку. Вы туда относите, она эту ведомость заносит. И эта ведомость пополняется, пока не наступит экзамен. А вот экзамен, она заполнится полностью. А так она заполняется частично. Ну, вы один раньше сдаст, другой позже. Ну, можно вставать сюда. А вы хоть кто-то захотел сдать раньше и уехать. Ну, сдавайте или уезжайте, отдыхайте, если вы все сделали. В чем проблема? Что плохого в этом? Ничего плохого нет. Сейчас это гром, гром разразит, молния, чтобы можно было вам сдать досрочно. Сейчас даже аудиторию, друзья. А? Сейчас даже если ты аудиторию поменял, не словно спичь, а не спичь будет у вас не считать себя. А потому что вон от аудитории утверждается он там. А вот, скажем, мы когда учились, сидела женщина, такая шахматка у нее была. И она карандашом там писала. Вы придете, мне нужна аудитория. Аудитория всегда больше, чем потребности в них. Вот у нас аудитории, видимо-невидимо. Я вот в этом году увидел аудиторию философского факультета. Я уж на философском довольно давно, когда я вообще никогда в глаза не видел. Ну, дали мне там, какая-то моя была закрыта, дали у меня ключ и трубу, и пошел. Никогда не попал. А вид такой, что все закрыты. Зачем закрывать аудиторию вот эту, в которой нет никакой техники? Чтобы он не выпрыгнул, только это вот одно соображение. Зачем ее закрывать? Ну, уж что говорить об аудиториях. Вы не помните, когда вот были металлические решетки, чтобы историки не пробрались к философам и не узнали, что такое свобода? А наоборот, философы не пробрались бы к историкам и не узнали, как развивалось человечество. Причем мощные такие были, и двери там такие были, металлические. Вот это последняя дверь, которую открыли уже в этом году. У меня товарищ Осипов, заведующий кафедрой истории и философии, сказал. Михаил Осипович, здесь можно пройти. А я по-прежнему еще ходил там что-то где-то. И решетки эти унесли. А это же единый университет у нас. У нас пропуска с вами есть на любой факультет, правильно? Ну, а что я тут внутри одного здания был? То есть вот, если мы наблюдаем так внимательно на нашу жизнь, где мы видим эти нужные барьеры и ненужные барьеры. Если нужно, вам бегать с барьерами – полезное дело, да? Потому что кто бегает и преодолевает препятствия, у этого в жизни понадобится. Ну, просто так наставлять вам препятствия, чтобы вы просто задержались в своем развитии. Это тоже, конечно, какая-то ерунда. Лишок в туалет был еще ходили. А? Лишок в туалет был еще ходили. Да, да. Хорошо. Правильно, как раз. Это не важно. Вот нам сейчас тоже нововведение сделали, чтобы мы бегали за уголком. Ключи брали вот на первом этаже. Раньше мы у себя там брали ключи. Раз. Ну, вы-то, наверное, и раньше брали, историки. У нас было там. А теперь я 10 минут, который перерыв, я должен побежать вниз. А там бывает, человек еще не пришел и не принес ключи или другой преподаватель. И я или раньше кончать должен, или позже начинать. И сколько у нас таких было случаев, когда… На прошлой неделе я прихожу. Нету. Весь курс у меня потом, следующий после вас. Этот первый курс, кроме вас. И историки все. И нету там конференции. Оказывается, где-то в расписании уже записано. В этот день другая аудитория у нас на философском попутить. Значит, что такое свобода? Вот. Вот это очень надо запомнить. Хороших формулировок их надо запоминать, потому что они редкие. Редкие. И мы будем так потихонечку набирать такой багаж таких вот. Как афоризмов таких. Которые такие кирпичи познания. И они должны быть в нашей голове тоже опор для того, чтобы можно было о чем-то говорить. Правильно? А потому что рассуждающих о свободе сколько угодно. Вот сейчас кандидаты. Это свобода. Свобода. Спросите. Спросите Собчак, что такое свобода. Они скажут. Не станет. Так. Идем дальше. Кант. Известный философ немецкий, который в своем развитии прошел два периода. Один докритический, второй критический. В работах докритического периода. А Кант жил с 1724 по 1804 год. В работах докритического периода Кант импирик. Он занимается проблемами естествознания, происхождением солнечной системы, взаимосвязи приливов и вращения Земли, история человеческих рас, классификации животного мира. А критический период начинается с 70-х годов. Основные работы этого периода. Критика чистого разума, критика практического разума, критика способности осуждения. Вот он известный, известный, известный. А особенно он стал известным, когда придумал такую категорию вещь в себе. Слышали такую категорию, нет? И что вы про это знаете? Кто такой вещь в себе? Как бы, да, для тебя, на ранее. Нет. А? Ну, Кант же писал, вроде как, что мы можем познать только то, что нам ведет наши чувства, облечу. И поэтому, по сути, как бы любую вещь мы не можем познать до конца. Да. Нет, не только нет. Он не до конца. Просто нельзя ее познать. Вещь в себе. Что значит до конца? До конца никогда вы не познаете ничего. Что такое конец вообще познания? Это вообще непонятно что. Даже такая постановка вопроса странная. Но, в принципе, вот вы правы. То есть, Кант говорил, что нельзя познать вещи в себе. То есть, вы можете только вот, как говорится, с поверхностью ознакомиться и все. Что она не дана нашему рассудку, нашему сознанию. И как бы Кант ограничил наше познание. Что вы не можете познать вещь в себе. И вот, когда пришел Гегель, более поздний философ, великий, который создал систему диалектики, он разделался, можно сказать, уничтожил эту модную вещь в себе. Как он разделался? Как это мы не знаем, что такое вещь в себе? Как это мы не можем познать? Мы очень хорошо познаем. Сам Кант объяснил, что это такая вещь, которую нельзя познать, которую нельзя связать, про которую нельзя размышлять. То есть, это пустая, неживая, никчемная абстракция. И как бы выбросил на помойку эту категорию. С которой Кант ходил и прославился ею, а Гегель его просто растоптал. Что эта вещь в себе – пустота. А у Гегеля вещь в себе превращается в вещи для себя. То есть, человек начинает их познавать и может познавать безгранично. И познание вещи – это движение к истине. И нет границ для человеческого познания. Но позиция Гегеля идеалистическая. Гегель жил в следующие годы 1770-1831 год. И он основой всего существующего считал некое безличное духовное начало, абсолютную идею. Если взять в целом философию Гегеля – это абсолютный идеализм или объективный идеализм. А что значит объективный идеализм? Есть только идеи, больше ничего нет. Все есть идеи. Вот вы тут сидите, вы в воплощении идеи. И я в воплощении идеи. И столы, и в воплощении стулья, и стены. Ну, про стены-то ясное дело, что это в воплощение идеи. Архитектор же все это расписал. Сначала на бумаге было, а потом построили. Так? Стены точно в воплощении идеи. Ну, с людьми как-то хуже получается. Но родители, наверное, хотели детей. Вот они и родились, эти идеи. Тоже в воплощении идеи. Когда они женились, они знали, что женятся, а потом дети у них пойдут. Так что не без идей это было. Такого не бывает, чтобы люди женились, только чтобы не было детей. Но такие бывают, это какие-то ненормальности, да? Мы, говорит, женимся же, чтобы детей у нас никогда не было. Почему? Да. Вот. Поэтому все есть в воплощении идеи по Гегелю. А раз все есть в воплощении идеи, вот идея, внутри себя противоречива, она сама с собой противоречит, развивается, нечто более высокое. Доходит до материи, до бытия. А потом вот эта материя, которая из воплощения идеи, развивается до человека, которая из высшей формы развития материи. А человек начинает познавать мир, то есть материю. А поскольку мир и материя – это идея, то он тогда познает идею. И тогда получилось, что абсолютная идея познала саму себя. Это вот законченная система объективного идеализма Гегеля. Все можно познавать, человек в этом смысле в этом отношении свободен, но и человек, который из воплощения идеи. Он свободен, потому что он из воплощения идеи, а идея, она всемогуща, и она, естественно, уже себя-то может познать. В процессе своего диалектического саморазвития, согласно Гегелю, идея проходит три основных этапа. Первый этап – логический. Когда идея действует, в стихии чистого мышления развивается в форме чистых логических сущностей. И вот это то, что Гегель написал первым этапом, и это вошло навсегда в сокращенство философской мысли, потому что Гегель создал диалектическую логику. А до этого были отдельные такие диалектические попытки, начиная с древних диалектиков. А системы диалектики не было. Была система формальной логики, которую довёл до совершенства Аристотель. А системы логики диалектической не было. И эта вот часть учения Гегеля изложена в науке логики. У нас много было изданий науки логики. В том числе и было издание собрания сочинений Гегеля в конце 30-х годов. В частности, наука логики составляет пятый и шестой том собрания сочинений Гегеля. Пятый том был издан в 1937 году. Это объективная логика. Она включает в себя учение бытии и учение о сущности. А следующий том. Третья книга науки логики. Субъективная логика. И вот несмотря на то, что Гегель – идеалист, вот если взять его именно логику, что получается? Вот есть объективная логика, то есть это категория объективного мира. И есть субъективная логика, это и есть категория нашего сознания, с помощью которых мы отражаем этот мир. И получилось, что эта вот логика идеалистическая доведена до такой степени совершенства, что её можно вполне истолковывать материалистически. То есть вот с чего начинает Гегель своё движение категории? С какой категории? С категории бытия. А что у материалистов? Бытие первично, а сознание идея вторично. Ну и так получилось в системе категории. Если мы не всю систему философскую берём Гегеля, а вот эту логическую часть, то сама диалексика, она допускает не только идеалистическое, но и материалистическое истолкование. Вот есть такой конспект науки логики Гегеля Ленина. В этом конспекте Ленин пишет, что я вообще стараюсь читать науку логики материалистически. И дальше вот он. Самым последним в своём труде философском называется «Означение воинствующего материализма». Он говорит, что если мы не научимся диалектики, если не будем изучать диалектику Гегеля, не станем кружком гегельской диалектики, то мы не сможем побороть, устоять под натиском реакции и лжи. И вот только с помощью диалектики мы можем победить и ложь, и реакцию, которая в обществе есть. Это вот, можно сказать, философское завещание Ленина. А Ленин был последний и единственный государственный деятель за всю историю человечества, который диалексик узнал. И больше таких людей нет. Вы переберёте много всяких руководителей, и партийных, и государственных, и коммунистических, и бурразных, и нету никого, кроме Ленина, который возвращал диалектику. Значит, у нас в России так получилось, есть такая книга Сумина, «Гегель как судьба России». Так получилось, что в других государствах, европейских, в основе идеологии, что лежит? Скажите, пожалуйста. Германии, там, вау. Сеологическая и то. А? Сеологическая. Нет, у них в основе лежит религия какая-нибудь. Ну, кто? С кем там собираются? Ну, Мерклер. Какой, представляете? Союз христианских демократов и социальных. ХСС, ХДС. То есть, в основе идеологии лежит религия. И так в других странах в основе идеологии лежит религия. А в России, причем в советское время, которое, так сказать, было, ну, явно материалистическое время, в основе идеологии лежала философия идеалиста Гегеля. Поскольку три источника, три составных части марксизма – это немецкая классическая философия науколойки Гегеля, это французский социализм и капитал Маркса. Английские политэкономы и, наконец, капитал Маркса как вершину политической экономии. Вот такая интересная картина. Отсюда и ответ на ваш вопрос. Как вам? Почитаете Гегель и подумаете. Ну, чтобы подумать, надо иметь хороший материал для обдумывания. Значит, у нас издания Гегеля было много, но есть и с ошибками. Например, само движение предполагает, что каждая следующая категория включает в себя все предыдущие. Логическое движение. Ну, как? Сложное включает в себя более простое. И вот доходят товарищи, которые издавали науколойки вместе с переводчиками. А переводчики, как известно, не философы. А философы, может быть, не очень хорошо знают немецкий язык. Ленин-то на немецком все читал свободно. И вот доходят они там до категории определения. А ей парная категория определения. И вот в собрании сочинений написано и характер. Вот у вас есть ваше определение, а характер... Бывает, человек очень хороший, а характер плохой. Сам человек хороший, все, но характер несносный. Бывает такое? То есть они связаны как внутреннее и внешнее. Между собой. Вместо характера в последующих изданиях, вплоть до вот издания, в этом году, в 2018 вышло издание в Блиотеке Мировое Наследие, 2018 год. 3000 экземпляров я вот. Вчера, подавчера купил. И в этом издание по-прежнему, значит, говорится определение и свойства. А свойства, если люди, которые понимают, что каждая следующая категория более богатая, вот они доходят до учения о сущности. А во второй книге есть свойства. Категория только там определяется. Как же может она быть в первом томе? А в первом томе должно быть характер. Ну вот, в соответствии с этим, в прошлом году вышло издание науки и логики, вот, где я был главным редактором. Оно, можно его посмотреть на сайте Московского отделения фонда рабочей академии, в разделе библиотека. С предисловием, вот как раз, в качестве предисловия работа Ленина о значении воинствующего материализма. Это вот, так сказать, писливый. У Маяковского есть такие стихи. «Сделать бы жизнь с кого? Юноше, обдумывающему житьё и размышляющему сделать бы жизнь с кого? Скажу, не задумывай, сделайте её с товарищей Дзержинского, пишет Маяковский». Ну, это Маяковский, он поэт. Ну, а вы должны, для того, чтобы решить, чем заниматься и какой дорогой идти, брать какие? Плохие произведения или гениальные? Сами понимаете, даже гениальные не успеешь прочесть за всю свою жизнь. Поэтому человек, который читает не гениальные, а просто хорошие книжки, сам преступник перед собой. Как это у вас? Жизнь конечна, а вы, значит, читаете, так вот, Бельбергов. Потом вот эти книги, которые датируются в 18-м годом, через 10 лет все будут выброшены из библиотек на помойке. Я такие, картины такие наблюдал многократно. И останутся опять Гегель, останется Маркс, останется Энгель, с Ленин, эти, да, останутся. А это все будут свежие. Сейчас свежие, потом это как вот кефир. Ну, три дня постоит и выбрасывают. А молоко еще быстрее. Ну, из молока еще простокваша делается, а уж там дальше все. Так, ну вот, это вот мы добрались до вершины классической немецкой философии. Но мы строго различаем вот эту вот вершину самой гегельской философии, эту диалектику. А вот что касается его философии, природы, философии духа, поскольку он пытался напрямую с помощью диалектики решить эти проблемы науке, ничего из этого не получилось. И пример Гегеля, как человека гениального, показывает, что так просто вот от логики прямо, так сказать, не получишь результатов, если вы будете пытаться решать какие-то общественные проблемы, общественные научные проблемы напрямую. Пример. Есть вот такая у Гегеля работа философия права. Есть, кстати, и работа Маркса, критика гегельской философии права. Маркс-то знал, что такое право. Право, возведённое в закон воли господствующего класса. А почему он знал? Потому что Маркс и Энгельс, будучи диалектиками, и входили в кружок по диалектике, который назывался младо-гегельянцы. Маркс и Энгельс были младо-гегельянцы. И они в молодые годы были ярыми сторонниками гегелевской идеалектики и гегелевской идеалистической философии. Иногда говорят, и это Марк говорил, мы перевернули, Гегели поставили её с головы на ноги, эту философию Гегеля. Но можно и по-другому сказать, что Маркс и Энгельс стояли на голове, а потом перевернулись на ноги. И переворот этому способствовал Людвиг Фейербах. Это ещё одна фигура, о которой мы должны сказать будем. Людвиг Фейербах, который такое произведение написал «Сущность христианства», показал, что все наши идеи есть отражение материального мира, отражение в головах. Наоборот, надо смотреть. И вот после этой работы Фейербаха и отдельные люди, в общем, можно сказать, человечество в целом повернуло к материализму. Хотя всегда были и материалисты, и идеалисты, и сейчас есть. И сейчас есть также идеалисты. Поэтому, скажем, если вы вдруг окажетесь сторонниками идеализма и придёте мне задавать, ну, я, так сказать, ну, тогда вы должны быть последовательными сторонниками и это объективно, так сказать, доказывать так, чтобы эта логика была соответствовала логике этой концепции, этой теории. А какой ход сделали Маркс и Энгельс? Они, во-первых, придали диалектике материалистический смысл. Поэтому, а диалектика, которая становится материалистической, в философском смысле, означает философию под названием диалектический материализм. Это раз. Во-вторых, попытки просто диалектический материализм применять к изучению истории тоже не проходят. Почему? Потому что в истории и это уже открытие Субуба Маркса и Энгельса, которое они сделали в своей работе «Немецкая идеология». Чтобы понять общественные явления, надо усвоить не только, чтобы идти первично осознание вторичное, а надо ещё усвоить то, что характерно для общественной жизни, что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот общественное бытие определяет все общественные институты, все остальные. А что такое общественное бытие? Общественное бытие это общественное производство. То есть производство экономика является решающим. Поскольку ничего этого Гегель не знал, и это ещё не было открыто, это не было обосновано, он пытался напрямую его диалектику применить к исследованию права. И получилась ерунда. И кончилось это дело тем, что Гегель в своей работе «Философия права» по существу обосновывал, что прусское государство, монархическое, это и есть идеальное государство. То есть пришёл к выводам не прогрессивным, а реакционным. Хотя его диалектика сугубо прогрессивная, а вот её применение напрямую в истории, без этого посредствующего звена, которое называется применение материализма к истории через принятие посылки о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот если применять диалектику к истории, получается, что материалистическую диалектику применять к истории, получается диалектический материализм. И исторический уже материализм. Не просто диалектический материализм, а уже исторический материализм. А если идеализм применять к истории, что получается? Ну, исторический идеализм. Вот если вы сейчас будете ходить по историческому факультету и к любому преподавателю встретите и спросите вы, вы случайно не исторический идеалист, от вас все отшатнутся, потому что никто, несмотря на то, что идеалистически на самом деле многие вопросы рассматривают, никто не хочет признать из тех, кто так делает, что он исторический идеалист. Это как бы нехорошо. Вот поскольку у нас есть коллеги на факультете, которые придерживаются идеалистических воззрений, говорю, вот вы бы вышли бы и сказали, я исторический идеалист. Я идеалист, это, так сказать, у нас сейчас это, пожалуйста, вы можете быть идеалистом. Ну, скажите, что вы исторический идеалист. Я вот, скажем, материалист, применяю этот материализм к истории. Кто я? Исторический материалист. А вы? Исторический идеалист. Не найдете. При том, что такие концепции есть по существу идеалистические. Сторонников таких, которые объявляют себя или шапку такую надевают, которая написана, исторический идеализм, просто нет. А философские такие концепции и есть. Ну, вот тут надо отметить выдающуюся роль Фейербаха, потому что, с одной стороны, Фейербах открыл вот этот самый материализм заново, как то учение, которое теперь является всеобъемлющим и которое вышло на первое место. С одной стороны. А с другой стороны, материализм Фейербаха созерцательный. Это значит, что акцент сделан на том, что человек отражает существующий мир. В том числе и в религиозной форме он может его отражать. Что такое религия? Это такое фантастическое изображение земного мира, но как мира на небесах. Вот что такое религия. Религия – это изображение нашего мира, семьи, допустим, как святого семейства. Туда, наверх. Бог-отец, Бог-сын, Бог-святой дух. И не случайно все иконы Богоматери, а на кого похожи? На земных матерей, которые кормят своего ребенка. Правильно? То есть, еще и говорят, что вот этот такой-то вот на земле есть преподобный Николай или Михаил. А кому он подобный? Ну, Богу. Так кто кому подобен? Ну, если вот треугольники два подобные, так они и лево, и право, и право, и лево. Поэтому можно считать, что вот он подобен Богу, а можно считать, что вот Бог подобен этому самому человеку, который является преподобным. И это вот разные концепции. Одна концепция, что вот люди подобны Богу, а другая концепция, материалистическая, что люди создают божества, поскольку люди их создают, то они, естественно, оказываются подобными людям. И вы видите тогда, что там и люди, вот особенно это видно на богах греческих, их много богов, про них очень интересная литература, вы будете читать и про Зевса, и про богиню красоты, Венеру и так далее. Это же все очень интересно. И это, так сказать, история развития человеческого духа. Есть Зевс, Громовержис, потом во всех странах было многобожие, там, скажем, у русских были солнце Ярила, да, это вот один бог, вот есть на колеснице кто-то там едет, гром идет и так далее. Все это, так сказать, этапы в развитии человеческого духа, да. Когда эти пульты юридические смешались с христианскими, ну, как пульты юридические смешались с христианскими, там, вроде бы, как-то, то ли Никола, чудо-творец, покровитель, плаватель. Да, хорошо. Сейчас же Путина хотели обожислить, как бы уже спить, вроде бы, на имени что-то, начиная. Вроде плохо, там, на небе считать, что на небе есть покровитель студентов, он позволяет им сдавать экзамены, он заботится о том, чтобы вас не зарезали на экзамене. Это же хорошо. Или, вот, скажем, идешь по Невскому и раздают книжечки там. Не видели? Я получаю книжку. Ходят, так сказать, иностранцы. На это деньги выделены, чтобы, так сказать, и там написано, что, дескать, Бог, он думает о вас, у него есть хороший план вашей жизни. Вот, знаете, как вот там думает человек. Не просто вот вы так ощадите что-то одинокое, что получится, что не получится, сами их удовольствием все решать. А там, оказывается, человек есть, думает, а у него есть хороший план вашей жизни. Это же приятно, что все-таки кто-то о тебе заботится. Или вот эти, которые астрологами являются. Есть звезда ваша там. За 200 долларов вам покажут эту звезду прямо на звездном небе. Она все время думает о том, чтобы вы развивались, и вы, ну, у вас своя звезда. А ваша звезда почему тихо и светит так ярко? Надо сажать за 300 долларов. Нет, надо пойти дать денег, и она разгорится с новой силой. Но это же ходят, ходят с этим, сейчас занимаются. То есть, если мы скажем, что вот этих концепций нету, зачем вообще мы вот эту историю рассматриваем с вами? У нас курс вообще ведь не по истории и философии. Да потому что те люди, которые не знают философии, они кормятся, как Энгелих говорил, остатками умерших философских систем. То есть, не бывает, что пустая голова. Что-то в голове какая-то каша есть. И вот это вот из обрывков курсов, прослушанных там в школах, вузе и так далее. Из несистематического чтения какой-то литературы, какой-то месиво такое образуется, философское, не такое. Ну, примерно так, что у вас, допустим, сознание человека с современного мира такое, как у древнего грека. И то у него еще более последовательное было, один такой, другой такой. А тут вот такая каша. Вот эта каша, может быть, тогда, она состоит вот из этих. Мы вот эту историю изучаем, для того, чтобы иногда видеть, что мы сваливаемся туда-назад. А есть уже более передовая философия, исторический, диалектический материализм, который базируется, в свою очередь, не просто на каких-то вот взял, кто-то и выдумал. Она базируется на всей истории человечества. И нельзя сказать, что философию развивали только материалисты. Такого нет, не прослеживается. Или сказать, что истории развивали, философию развивали только идеалисты. Такого-то уже нет. То есть, а у Ленина прямо написано вот в конспекте науки логики, что умный идеалист лучше глупого материалиста. При том, что сам-то Ленин, конечно, материалист. Так, перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...